всем доброго времени суток я приветствую вас на канале око таро меня зовут ольга сегодня я предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю 17 по 23 августа включительно для знака зодиака близнецы уважаемые близнецы напоминаю что расклад имеет общий характер он подойдет и женщинам и мужчинам поэтому приглашаю вас всех своему столу располагайтесь поудобнее так чтобы вам было максимально комфортно будьте спокойны и только в таком спокойном состоянии любую информацию вы сможете воспринимать правильно и правильно ее анализировать сейчас вы можете загадать картам один вопрос желания но ответ на него вы получите в конце чтения основного вашего вопроса карта которая останется на самом дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос да или нет на тот период на который вы этот вопрос загадаете также напоминаю что этот второй прогноз вы можете смотреть как по основному знаку зодиака также и по асценденту это и другое верно что с вами больше резонирует то и ваши возможно что проиграются сразу оба знака тогда сопоставляйте анализируйте и делайте выводы на стол в произвольном порядке выпала карта императора это будет о том что если смотрят меня женщины-близнецы что-то вашей жизни в этом периоде будет зависит именно от мужчины для мужчин ваше умение планировать организовывать себя и других людей добиваться своих целей и проявлять уверенность и свои амбиции это все то что вам поможет также выпала на стол еще одна карта королевы чаш то есть это союз мужчины и женщины которые друг друга либо дополняют либо это для вас нужное важное общение или сотрудничество колода готова кому нужно больше времени для того чтобы подумать о своем желании ставьте на паузу а я продолжаю уважаемые близнецы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению ваш расклад начался сразу со старшего аркана башни я акцентирую на этом внимание почему потому что карта довольно таки грозная она может говорить о проблемах любого рода но прежде всего это ваше психологическое напряжение из-за тех проблем которые могут возникнуть у кого-то эта неделя уже началась суеты из каких-то неожиданностей неприятностей возможно для кого-то это неприятности связаны с казенными домами с бумагами для вас важными или документами для кого-то это неожиданности связаны с работой либо в чем-то идет подрыв вашей стабильности давайте возьмем объясняющую карту и здесь мы видим карту короля пентаклей для многих из вас это могут быть неожиданные вынужденные крупные траты финансового порядка может быть вы вынуждены должны будете что-то оплатить какой-то кредит или долг либо именно из-за денег у вас кем-то может возникнуть грандиозный скандал если говорить о вашем общем запасе энергии по башне он у вас на нуле это может быть также и обострение каких-то хронических заболеваний общая подавленность мужчины будут выходить из этого состояния быстрее и легче чем женщина который меня смотрят у женщин может быть конфликт из-за денег с мужчиной в том вопросе который является для вас сложным очень много зависит именно от мужского лица давайте посмотрим общий фонд событий всей этой неделе что входит в вашу жизнь и здесь мы видим карту старшего аркана императора которая при тасовки выпадала на стол как видите не случайно и она снова вошла в расклад если смотрит меня мужчины близнецы эта карта говорит о том что очень многое зависит от вас самих проявите свои самые лучшие качества лидера и человека организатора многие из мужчин обладают прекрасными характеристиками людей управленцев вы сами можете кем-то руководить для женщин эта карта предполагает то что именно от мужчины и не от одного что-то зависит в том деле которая для вас на сегодняшний день является самым важным по первым двум картам мы видели короля пентакли это возможно мужчина стихии земли телец дева или козерог по гороскопу может быть человек с которым вы имеете какие-то финансовые коммерческие дела а эта карта может указывать на супругу дядю отца кого угодно человека который предоставляет вам защиту если смотрят меня женщины и стабильность вашей жизни в этом периоде зависит именно от мужского лица женщинам для того чтобы выстоять в какой-то борьбе где-то даже нужно проявить мужские черты характера что происходит у наших семейных пар для семейных пар выпала четверка мечей 9 жезлов и также есть дополнительная карта я вижу по этим картам что в отношениях есть усталость и подавленность не хочется общаться это и ранее конфликты которые были между вами вы чувствуете себя так как будто бы ваш партнер или партнерша постоянно на вас оказывает давление и даже в этом периоде он или она с одной стороны пытается защищаться с другой стороны это тоже самое давление вы не хотите уже не разговаривать не видеть его или ее вам просто хочется чтобы вас все оставили в покое и ни с кем не разговаривать хотя бы несколько часов вам нужна перезагрузка вы ищите это самое уединение для того чтобы собраться с мыслями и подумать о том как вам действовать и жить дальше у кого-то это накопившиеся проблемы не только в ваших личных отношениях но и в доме в семье вообще что-то до этого не получалось возможно кто-то что-то пытался оформить сделать провернуть какую-то сделку касающийся дома она у вас не получалось кто-то сознательно вам препятствует и вам еще предстоит с кем-то борьба для того чтобы отстоять свой интерес дополнительная карта это 8 мечей также карта которая говорит о проблемах о том что пока какая-то ситуация замерла и вы чувствуете себя полностью зависимым от тех с кем вы рядом у вас нет права выбора своих же собственных действий и нет никакого понимания от того что будет завтра и как поступать и единственное что вы понимаете для себя точно что с этим что-то нужно решать отношения у многих критические и требует корректировок если вы хотите сохранить конечно же здесь нет интима здесь нет ничего положительного кроме борьбы и усталости что происходит у наших одиноких близнецов для одиноких выпала карта 8 жезлов также карта старшего аркана отшельника и 7 пентаклей если говорить о рабочих процессах что-то у вас будет развиваться но в чем-то у вас есть сомнения возможно вам нужен будет чей-то совет для кого-то это даже дороги поездки на какие-то даже дальние расстояния но вы с кем-то совещаетесь ехать не ехать что делать чего не делать для кого-то это человек старший наставник старший друг или подруга тот кто действительно реально вам может дать правильный совет для кого-то это духовный наставник или учитель человек который для вас является очень важным здесь также он или она может давать вам какие-то советы вам хочется какую-то ситуацию ускорить из-за чего-то вы внутренне страдаете и очень переживаете но карты говорят о том что дела и так у вас развиваются нормально в большей степени так как нужно вам в этом периоде несмотря на то что первыми картами выпали карты разрушений и каких-то конфликтов и неясностей то есть для одиноких вот эти три карты говорят о том что ваша ситуация в любом случае будет выравниваться у семейных пар здесь все посложнее наберитесь терпения продолжайте трудиться на той идеей либо той мыслью которая для вас важна уделите основное внимание деньгам и работе развитию какого-то для вас важного дела и у вас все получится если говорить о личных отношениях то для тех кто на сегодняшний день встречается возможно вы очень хотите друг друга увидеть почему потому что возможно вы находитесь на расстоянии даже если вы довольно таки близко в отношении друг друга что-то может мешать вашим частым встречам даже если то что касается личного вам кто-то нравится я вижу что вы пытаетесь себя сдерживать боитесь не наделать в очередной раз ошибок для тех у кого еще нет второй половиночки вы непременно его или и и еще повстречайте просто еще не пришло время многим из вас на пользу в этом периоде действительно пойдут какие-то дороги развития многих из вас могут ждать какие-то новые знакомства общение через соцсети через соцсети вы для себя ищите также какую-то информацию благодаря которой вы что-то можете в своей жизни менять я вижу что вы люди очень добрые душевные умные и мудрые если в чем-то у вас затруднения постарайтесь прислушаться голосу своего подсознания многие ответы вы знаете старайтесь не падать духом не уходить в себя чем больше вы будете общаться с другими людьми тем лучше для вас также для тех кто работает карты могут говорить о том что в начале дела вроде бы как развиваются потом какая-то пауза остановка и может быть вы думаете о том как что-то поменять в работе вопросах работы многим из вас нужно пересмотреть ценовую политику пора кому-то уже чтобы вам подняли зарплату и возможно это стоит уже выносить на обсуждение давайте посмотрим что происходит в центре в сердце вашего расклада и здесь мы увидим основные события вашей жизни и основные переживания для многих актуальна тема ваших детей внуков их развития их образования их продвижения по жизни но многие из вас также могут быть сами неважно сколько вам лет учениками людьми которые чему-то пытаются научиться еще кто-то развивает свои хобби и увлечения это то что может вам приносить небольшие но уверенные деньги для тех кто ищет работу ищите работу вы найдете на первое время вы будете как ученик постарайтесь себя зарекомендовать сначала вы будете работать на авторитет а потом авторитет будет работать на вас даже для тех кто работает эта карта говорит о том что работы много неважно это физический или интеллектуальный труд много ваших энергетических затрат но за маленькие деньги то есть та работа которую вы делаете эти деньги которые вы за нее получаете абсолютно не оправданы много суеты и хлопот на этой неделе именно в работе но и в вашей жизни вообще в большей степени вся эта суета касается финансовых вопросов что касается ваших денег давайте заглянем и посмотрим что здесь происходит карта старшего аркана суда говорит о том что есть какие-то проблемы для кого-то это действительно кредиты для кого-то это родственники проблемные за которых нужно что-то решать и они надеются на то что именно вы поможете хотя вы и сами сейчас нуждаетесь какой-то поддержки у кого-то в семье из-за денег идут распри либо недопонимания сложные разговоры либо на то чтобы разрешить проблемы ваших близких у вас может быть нерв из-за того что денег может не хватать они то у вас есть вы-то работаете но они не бесконечны и сами по себе не приходят поэтому нервы что происходит во внешнем мире на внешний мир выпала карта пятерки мечей это любого рода общения и связи с другими людьми 5 мечей говорит о том что у вас очень много конкурентов людей лицемеров людей тех которые носят маски улыбаются вам глаза при этом вас используют и делают свои темные делишки зависть и нежелание от того чтобы у вас было лучше чем у них давайте возьмем дополнительную карту и и мы видим 10 пентакли то что и требовалось доказать конфликт у многих связаны с финансами с работой либо с имуществом но что интересно что кто-то из родных и близких является для вас опорой и надежными тылами поэтому этот вопрос спорные разрешить вы сможете договориться с кем-то вы сможете работы для многих в этом периоде будет много то есть прекрасные заказы прекрасные возможности но кто-то при этом вас пытается перекрывать считая что вы не заслуженно имеете то что имеете но что я вижу что важным врагам вас не сломить и вы будете находить в себе силы идти дальше давайте посмотрим скрытые факторы ближайшего периода что вам нужно знать мы видим карту пажа мечей также 10 чаш и карту верховной жрицы вашем раскладе выпало уже две десятки это говорит о том что в периоде этой недели у вас будут появляться какие-то новые обстоятельства которые будут менять вашу жизнь об этих обстоятельствах вы пока еще не сном не духом но они будут вы хотите узнать чьи-то тайны чьи-то мысли но при этом от других скрываете искренне свои намерения вы очень осторожно относитесь не только ко внешнему миру но и кому-то из своей семьи то что касается вас вы сами можете провоцировать кого-то из близких нежелание контролировать свои эмоции то что является для вас минусом верховная жрица предупреждает вас о том что не спешите открывать какие-то тайны если вы их узнаете станет ли вам легче а может будет еще хуже и может быть пусть что-то тайное остается тайным но сама по себе эта карта говорит о том что пока просто не пришло время от вас что-то сознательно закрывают для того чтобы вы сами себе раньше времени не нанесли какой-то вред своими же действиями для тех кто встречается карты говорят о том что вы хотите создать семью вы желаете этого но есть взаимная подозрительность и нет полной открытости в отношении друг друга ну и дополнительная карта сюда же лучше бы и не брала девять мечей это бессонные ночи это сама настрой это проблемы в вашей голове которую вы культивируете и раскручиваете и именно поэтому они от вас и не уходят а ходят по кругу перестаньте поддаваться страхам и панике не накручивайте себя заранее на негатив даже если что-то не получается я вижу что вы себя вините из-за кого-то или из-за чего-то возможно связанного с вашим домом какими-то событиями но карты говорят о том что вашей вины нет абсолютно ни в чем вы старались сделать хорошего столько сколько могли но кто-то скорее всего этого не оценил и не оценит в будущем для кого-то большое влияние на вашу и личную жизнь и рабочие моменты может иметь женщина и также что-то может зависеть еще от нее давайте посмотрим для вас карту основного совета на этот период 5 жезлов это уже вторая пятерка вашем раскладе и говорит о том что действительно есть конкуренция с кем-то будет прямой конфликт и не с одним человеком вы вынуждены быть втянуты в какую-то борьбу у вас могут опускаться руки и нежелание что-то делать но как только вы выкинете из головы все негативные программы у вас появится желание в жизни что-то поменять давайте возьмем для вас карту основного совета на этот период это 6 жезлов и эта карта предполагает то что какие-то известия для вас очень очень важные и ожидаемые вами ранее вас порадует эта победа это маленький праздник это победа над преодолением житейских трудностей по крайней мере в этом моменте и вы несете на своем коне венец успеха вас признают кто-то вами восхищается и не случайно именно потому что вы такие сильные уверенные самодостаточные кто-то пытается вам все испортить карта ответа на ваш вопрос да или нет карта туза чаш то что касается ответа на ваш вопрос это однозначно да для кого-то это вопрос который только начинает развиваться или отношения которые только начинают развиваться но вас кто-то будет поддерживать и из ваших близких из ваших любимых и это также какие-то благоприятные известия и возможно развиться в дальнейшем благодаря тому что что-то то что вы задумали вы сейчас сможете получить на завершение этого периода для вас упала карта 6 пентаклей она говорит о том что несмотря ни на что результатами этой недели в общем-то вы будете довольны вы хотите вложить куда-то деньги вы думаете о том чтобы распоряжаться ними правильно так чтобы они работали на вас они тратились по бестолковому либо лежали и тоже не приносили денег а вам хочется чтобы деньги были живыми чтобы они крутились и росли также по этой карте я вижу что многие из вас готовы кому-то искренне помочь хотя и сами нуждаетесь в помощи вы ищете единомышленников ищите важных людей но я вижу что вы по итогу отдаете больше чем получаете давайте также возьмем несколько дополнительных карт что еще вам нужно знать на период этой недели информация общего характера и для мужчин и для женщины карта собаки карта женщины ну и пусть будет еще одна карта клевера многим из вас какой-то сложный вопрос поможет решить человек для вас преданный тот кто к вам ближе всего возможно это кто-то из вашей семьи или вашего дома но здесь у вас появляются еще какие-то дополнительные шансы что-то изменить возможно и новые люди которые входят в вашу жизнь и вот эти новые знакомства также могут повлиять на что-то если говорить о женщинах вы истинные хозяйки положения многие на вас рассчитывают и ждут еще чего-то от вас для кого-то из женщин это преданная дружба тех людей кто рядом с вами и также возможность новых отношений и получения небольших но живых денег для кого-то это также и дороги дороги ранние дороги в течение дня что-то вы можете решать для вас важно карта совета для женщин и карта совета для мужчин для женщин выпала карта мужчины и это говорит о том что именно от мужчины многое зависит и в вашем общем раскладе также мы видели императора то есть та же самая информация подтверждается для мужчин на совет выпала карта кольца говорит о том что вам не стоит ни с кем ругаться идти на открытый конфликт или борьбу постарайтесь с кем-то договариваться полюбовно но при этом не забывайте о своем интересе уважаемые близнецы таким был для вас расклад на период 17 по 23 августа всем терпения и позитива радости и пусть сложную минуту кто-то из ваших близких и действительно вам поможет это дорогого стоит подписывайтесь на мой канал то еще не успел подписаться нажимайте пальчиком на колокольчик для того чтобы не пропустить следующее видео а я не прощаюсь с вами я говорю вам до новых встреч на новых недельных раскладах а сегодня всем до свидания а